Детективная история с похищением ребенка в Киеве закончилась хэппи-эндом для малышки и ее родителей. Девочку нашли живой и невредимой. А похитителей задержали. Светит им немалый тюремный срок до 10 лет лишения свободы. Все подробности у Богдана Вербицкого. История с похищением младенца произошла накануне вечером. Мужчина забирал из детсада старшего ребенка и оставил в холле коляску с младшим, двухмесячной девочкой. Вернувшись, обнаружил, что малышки нет. Вызвали полицию. Буквально через несколько часов появились кадры камер видеонаблюдения и приметы похитительницы. Вот в здание детсада заходит молодая женщина, а выходит уже с ребенком в переносной люльке. Работа продолжала почти всю ночь. Были установлены свидетели, были установлены камеры видеоспостережения, которые дали нам возможность объяснить, что это злочинская женщина. Отец пропавшего ребенка рассказал правоохранителям, что видел женщину накануне. По дороге в детсад она следила за ним. Но засекли похитительницу не в Киеве, а в Выжгороде. Все те же видеокамеры. На кадрах видно, как молодая пара заходит в аптеку. В новоселках Выжгородского района подозреваемых и задержали. Впрочем, в полиции говорят, в самом начале им, что называется, подфартило. Нам немножко повезло, на нас вышел непосредственно ее сожитель. Шел, его увидели, идентифицировались, приняли решение на задержание. Была затримана вся женщина, была найдена дитина. Одразу лекари ее глянули. На теперешний час могу сказать, что дитине ничего не загрожило. О похитителях уже многое известно. Женщине 20 лет, воспитывалась в неблагополучной семье. Ее супруг, по предварительным данным, был в АТО. А вот истинный мотив еще предстоит выяснить. В полиции говорят, что показания задержанное дает противоречивое. На допросе заявила, что накануне их собственный ребенок умер. Тело они с мужем выбросили на свалку. И якобы, чтобы скрыть смерть своего младенца, похитили чужого. Они потеряли ребенка месяц тому. Выкинули ее ребенку на мусорник. Мы еще будем отзвисовывать все эти подии. А в другом интервью подозреваемая уверяет, руководствовалась сугубо благими намерениями. Пошла из-за базара, короче. И, знаешь, мужик говорит, мне этот ребенок нафиг не надо. Типа я бы его в приют сдал и так далее. Ну, я думаю, забрать потом, отдать, пойти в милицию, сказать, что человек отказался. Ну, забрать, отказался. Да, я написал заявление. Как все было, должно выяснить следствие. Оно продолжается. А для малышки уже все позади. Девочка не пострадала и сейчас в безопасности. Богдан Вербицкий, Павел Лысенко. Подробности телеканал Интер.